среди методов защиты хоста от сервиса вот мы с вами изучали там TripWare, помните RK Hunter, закладки, аудит и прочее так вот мы изолировали сервис, запускали его с другими правами опармаром его и прочим, среди этих методов есть еще один класс методов который я называю усиление системы с помощью специальных средств с помощью специальных средств дело в том, что в программах бывают ошибки ошибки приводят к тому, что программы делают иногда не то, что мы от них ожидаем мы использовали с вами ошибку, которая позволяла программе читать файл, который не надо на самом деле, мне вот здесь трудно говорить но существует класс ошибок, которые могут понять только программисты причем желательно программисты на C, а еще желательнее программисты на Ascender потому что вот например переполнение буфера это особенность компилятора C и собственно парадигмы организации вызова функций, передачи в них аргументы я вот завидую Сереже, я слушаю, как он рассказывает и думаю, ну хорошо, я его 6 закончил в баумнике я понимаю, о чем он говорит, но люди, которые там администраторы, не без программистского опыта это все пустой звук, поэтому я подумал, как же мне вот эту лаву показать в таком контексте прикладном поэтому переполнение буфера, вот вы можете почитать, что это такое значит, chroot у нас с вами был, да, chroot а на самом деле в линуксе, если процесс запущен с правами рута в chroot то он может из этого chroot выскочить, вот статья, как это сделать а вот текст программы, как это сделать берем, компилируем, делаем что еще интересно еще интересно, что в линуксе существуют различные течения вот как вот в bsd есть free bsd, есть open bsd есть еще нет bsd вот по bsd я уже сказал, free bsd это популярный дистрибутив народный open bsd это какой? секьюрный bsd, а нет bsd это дистрибутив, который работает на любой железке то есть они говорят, пусть будет ручка с микропроцессором она сможет запустить на себе нет bsd, у них такой конек в линуксе все по-другому, в линуксе есть общее ядро линукс 40 это ядро используется различными дистрибутивами используется различными дистрибутивами каждый дистрибутив добавляет что-то в ядро свое например в Ubuntu используется не базовое ядро туда добавили aparmor, добавили еще что-то и так далее а есть просто коллективы, есть коллективы, которые говорят вот мы к ядру, то есть они дистрибутив не собирают они просто говорят если вы возьмете наши патчи, патчи, например патч пакс и наложите на ядро, то тогда в ядре перестанут даже потенциально происходить, например переполнение буфера то есть там происходят дополнительные средства, контроли и прочее все это замедляет безусловно систему да видите красноглазый, симпатяшка вот соответственно пакс это набор патчей а некоторые идут еще дальше они говорят ну хорошо, про патчи ли мы теперь переполнения буфера не будет а вот мы еще хотим вот это добавить chroot там почему-то работает появляется команда, например, которая grsecurity значит, мы пишем патчи, которые включают в себя кстати, они включают и пакс, видите имеют то есть одни включают патчи других, добавляют еще свои и говорят, у нас крутейшая система защиты всего, чего только можно вот, но почему-то основные дистрибутивы не торопятся вот это вот брать на вооружение почему? потому что опять же, Сережа вот рассказывает, заслушаешься в программах имеются такие неправильные участки кода которые просто вот в такой среде не могут выполняться то есть вы ставите патчи на ядро, запускаете систему запускаете КДЕ, например, или гном а он не запускается и везде сообщается там приложение убито, приложение убито то есть оно попыталось чихнуть нарушило какие-то законы еще раз, просто обсуждать эти законы можно ну, там, со студентами пятого курса там сесть, так сказать, вот напиши работу, которая опишет при каких условиях там, счет и счет и счет короче, с точки зрения администратора Станислав Владимирович сказал, что любит генту я тоже ее люблю, потому что есть дистрибутив в котором все перекомпилируется почему нельзя на Ubuntu накладывать эти патчи? потому что ядро вы возьмете одно а ПО кем-то скомпилированное вот такие жесткие условия не адаптированы, понимаете? поэтому оно работать не будет банально просто поэтому есть правильный дистрибутив в котором это нужно использовать но сначала давайте обсудим когда это надо использовать я лично видел системы с поддержкой вот этих вот вещей PAX, GRSEC и прочее это, как правило, коробочное решение и у нас таких пара решений есть это как раз в соответствии со 152 законом устройство, которое содержит гастированные методы шифрования на самом деле это чисто породный Linux прошедший аттестацию и поскольку там не подразумевается ни обновления, ни заплатки то есть вы ставите эту железку и все, она годами работает то надо, чтобы со временем найденные там проблемы а их там не может не быть потому что нельзя написать вот без ошибок, это убийца не позволили это устройство как-то эксплуатировать поэтому на него берут и ставят вот это ядро перекомпилируют всю систему в этом режиме и ставят, и забыли обновление, до свидания админы ничего не знают две дырки в устройстве VPN установила и годами держат этот VPN понятно, да, идея значит, мы с вами не будем использовать какое-то коробочное решение такое решение есть это решение GENTU и есть замечательная статья замечательная статья про то, как настроить GENTU вот именно в таком режиме смотрите, что оно подразумевает GENTU должна быть установлена уже кстати, дистрибутив симпатичный ничего не могу сказать плохого я вот с репозди вырос и мне нравится ну что, все долго все долго ставишь одно, оно компилируется ставишь другое компилируется в Афре тоже надо компилировать но в Афре хоть и есть репозиторий ну ладно, ладно, ладно отдадим должное значит, посмотрите вот статья на русском языке которая рассказывает что у GENTU прямо из коробки GENTU есть сразу же возможность выбрать в каком варианте с точки зрения безопасности вы будете ее использовать вот у меня эта GENTU есть она в соседней комнате работает вот и мы можем прямо сразу сказать какие профили целой системы у нас имеют место в GENTU быть поскольку там все перекомпилируется там и такая возможность нам дается вот, и она рассказывает что у нее есть в наличии следующий профиль просто профиль профиль с C-Linux тут упоминался да, не к ночи будет вот профиль там десктоп а еще есть вот такой профиль а еще есть более злой профиль Hardened это как раз вот то ядро усиленное да еще и значит C-Linux сверху поэтому дальше вы говорите легким движением руки я еще раз, вот мы не программисты мы вот C-Linux здравствуй дерево да, но мы админ мы хотим настроить систему поставить ее и о ней забыть вот если вы это хотите сделать то вы выбираете профиль который на наш программистский админский взгляд да, так звучит круто Hardened наверное то что надо понимаете, потому что абсолютно нет никакого ну вот далее, далее перекомпилируете сам компилятор вот меня поражает вот эта вещь сам компилятор будет перекомпилирован чтобы он теперь мог генерировать вот этот Hardened код это еще и фигня далее перекомпилируется весь мир видите слово World эта операция занимает ну часов 12 она у меня заняла на этой виртуалке хотя там ничего особого не стояло ну так там ядро там софта немножко так потом загружаете вот эти вот исходники ядра ну и кто наверное компиляции ядра в Linux вас побаловали и Сережа Боронины наверное слышали что исходники ядра лежат в каталоге USRSRC вот они у нас лежат и здесь сейчас лежат и исходники базового ядра вот оно обычное такое ген то ничем не примечательно и я положил исходники вот этого ядра и даже скомпилировал их честно говоря далее далее значит далее мы должны в этот каталог USR SRC SRC Linux зайти как конфигурируется ядро опять если вас баловали вы слышали про мега команду make menu config слышали про мега команду make menu config значит она сейчас нам предложит такой нереальный в общем-то набор меню который позволяет вам делать все что угодно значит выбирать драйверы которые будут в вашем ядре кстати авторы Генту они как раз в этом отношении и позиционируют что вы можете собрать ядро которое работает только на вашем железе оптимально используя его параметры но для этого надо было дать квалификацией близких к железячности к пониманию драйверов связи например если у вас там есть аискази какой-то то значит аискази то без скази оно работать не будет потому что протокол такой же только среда передачи другая вот эти вот связи они могут быть достаточно длинными из первого раза ядро редко кто собирает ну вот но я не стал тут упражняться в сборке ядра я сразу пошел в security options увидел здесь видите горы security в обычном ядре его нету а дальше сказал настрой мне автоматически все настрой автоматически дальше можно здесь лазить и читать про параметры которые тут есть профили можно какие-то отдельно в общем не буду тратить время понравится делайте результат помните я ничего не делаю без результата потому что я могу вот рассказывать про security могу не рассказывать результат у нас с вами это ядро честно говоря скомпилировать ядро помните у нас был chroot shell я его напомню вот так вот у нас был chroot var www bin bash ну начну с того что вот видите как и это цепь пас вода вот видите теперь захожу в этот саша рут видите зашел саша рут и говорим как это цепь бин но это цепь пасла убедились да что нет такого файла здесь не команды ls не помните как посмотреть содержимое каталога вот такие были вещи видите так а еще раз здесь есть вот такая программа ну кто опять на си программировал тот знает что если компилировать текст не указывали имя конечного файла будет создан файл а здрасте программисты значит вот так а тексте компилировал разумеется вот этот вот этот текст взял его я компилировал и здесь написано что если его запустить то мы выйдем из chroot и нам запустят shell а есть проверим вот я в chroot и никого не трогаю запускаю out на вид как бы ничего не произошло но если она беру как и к цепи свд приглашение поменялось то я вижу что я из сашу то выпрыгнул все понимают что разница колоссальная между вот этим control d я нажал да и выпрыгнул и тем потому что здесь я закончил процесс а там я из того процесса породил новый процесс и он вырвался из сашу теперь я беру генту генту я уже сказал вам что ядро я скомпилировал просто сказал давай как для security сверху мир скомпилировал ядро скомпилировал теперь ядро надо установить значит беру и устанавливаю ядро но насколько я помню я не буду правда сейчас прямо у бунту билд керна чтобы не ошибаться времени у нас мало вот у брани у бунта ген билд керна демокнула документация по настройке дыра вот она рассказывается как его компилировать кстати про эти вот меню вообще они поскольку предлагают такой дистрибутив то они несут ответственность за него снабжая зарядной документации на русском языке в том числе и здесь говорится что надо после компиляции вот этот вот файл скопировать в бут правда будут по умолчанию здесь отмонтирован поэтому я говорю mount бут так лс бут вот в бут у меня есть вот этот базовое ядро еще раз как посмотреть какое ядро у нас без всяких файлов юнэйм да юнэйм смотрим вот она видите обычный генту ядро так а теперь говорю так как они и требуют требуют я беру и копирую вот этот вот файл вот файл и я даже не хочу загрузчик менять и прописывать что у тебя новое ядро я прямо скопирую его в то ядро в тот файл который был загрузчик должен грузить тот файл но содержимое файла будет другое еще так теперь я перевел загружаю эту систему перезагружаю эту систему надеюсь что это не кончится каким-то сбоем включусь посмотрю как она там перезагружается вот она у нас перезагружаются в процессе загрузки по моему тоже говорит но быстро так ну и там даже в приглашении уже слову харда нет появилась но мы сейчас здесь увидим покрупнее 10 5 3 11 не пускай не пускай она она что я могу сказать поторопился и ядро собирать но с утра собирал ядро поэтому ничего удивительного чего я ведро не добавил наверняка драйвер какой-нибудь сетевой карточки но харда нет то я включил поэтому мелковато но я сейчас увеличу виду значит режим масштабирования нас я чуть увеличу значит наш это проблема ради чего бились то она вообще ликвидировался видно значит c h root помните да я запрыгивал каталог баш оказывается сша ути никакого файла и tc pass vd здесь нету а дальше говорю а . out из exploit как был так и остался вот результат operation not permit нет компилятора теперь делает только надежный код они более качественные exploit так что выход из ch root и теперь закрыть на уровне ядра это называется double ch root не выполняется более эффективный код или менее а вот этот файл сама я не буду это делать у нас выпьем на носу поэтому поиграетесь ну и пак интересно так вот тема сама просто на нее надо много времени то что генту самый правильный дистер для этого тоже все поняли что нам надо не только ядро но и компилятор и всего остальное по все собирает безопасном режиме и еще не факт на вопросы я даже александр леонич отвечу что у скорее всего не все полу пересоберется но я так думаю скорее всего там надо смотреть вот поэтому да поэтому я выхожу значит гр-секьюрити я вам сумел как-то показать раз по крайней мере результат меня просто всегда заботят чтобы был как это была проблема она еще иначе я ленивый просто админ я никогда не делаю это давайте сделаем это я первого просто зачем некоторые обижаются но если так объективно то часто это помогает делать другую более важных работ не то что бездельность